Итак, время бежит. Возможно, вы скажете, что еще не прошло, Александр, двух минут. Я еще не успел или не успела записать те мысли, которые у меня в голове родились после предыдущих спикеров. Но, тем не менее, мы уже начинаем, потому что каждая минута на вес золота, каждая минута – это дополнительная возможность провести время и общение с выступающими, задать вопросы. И я сегодня с удовольствием вам представлю следующего нашего спикера. Интересный момент заключается в том, что этот спикер должен был выступать в субботу или в воскресенье. Как у нас традиционно в онлайн-форуме, место для тренеров выделено именно в эти дни. Но так уж распорядилась судьба, так распоряжается жизнь, что время действительно очень ценно. Единственный день, когда вы имеете возможность встретиться с этим человеком – это сегодня. Я нашел окошко для того, чтобы дать вам возможность с ним провести время. Я вам хочу представить Валерия Максимчук. И пока я буду делать ему небольшой промоушен, хочу вас попросить, напишите в чате, кто знаком с этим человеком. Потому что задача – кто и в каком случае, как вообще происходило это знакомство. Так как на этот онлайн-форум я приглашал далеко не всех тренеров, а тех, которые вкладывали и продолжают вкладывать достаточно существенную роль в развитии лидеров, консультантов. Я вообще в судьбе многих людей, являясь для них верным помощником, верным другом, хорошим наставником, помогая решать те вопросы, с которыми самостоятельно не получается разобраться. Валерий Максимчук – это наш приглашенный тренер, основатель и президент Академии развития лидерства. Я с ним познакомился на одном из потрясающих, ну, вживую познакомился. Так-то мы все друг друга давно знаем, а вот вживую познакомился на одной из таких индустриальных конференций. Когда мы с ним пообщались, посидели, поняли, что мы примерно смотрим в одном направлении, видим, как должно развиваться индустрия, чем мы можем помочь. Я понял, что мы с ним, ну, знаете, вот когда ценности совпадают у людей, то такое ощущение, что вроде бы с человеком знаком был, ну, вроде бы только первый раз общаешься, когда знаком с ним уже как будто всю жизнь. Вот. Это очень важно. Я с удовольствием его сегодня пригласил. Так, сейчас, секундочку. Да, участники размещают в скайп, то есть подтверждая те мои слова, что с Валерием активно работают многие команды, компания Reflame. Это здорово, это замечательно. Спасибо вам тоже за эту обратную связь, потому что, ну, еще раз говорю, что важно, чтобы мы сегодня общались. То есть у нас сегодня круг, вот тренеры, такой необычный формат, мы не продаем ни тренингов, ни еще что-то. Это встреча друзей, к большому счету. Это такая возможность, когда вы имеете возможность встретить с человеком, который вам оказал какую-то роль в вашей жизни. Итак, подтвердите, что вы готовы встретить Валерия Максимчук, еще раз скажу, основатель президента Академии развития лидерства, своими смайликами, своими аплодисментами, своими фотографиями, которые вы успели с ним сделать. И я тогда ему передаю слово. Да. Я готов, если ты на связи, включаю тебе звук, подключаю тебя к эфиру и передаю тебе слово. Все, ты в эфире. Или я в эфире снова, ну-ка, переключи насигна. Сейчас, подождите, секундочку. Все, ты в эфире. Или я в эфире снова, мы переключи насигна. Да, сейчас мы все сделаем. Посмотрите, как все обычно происходит. Идет и чат, и трансляция. Валерий, я тебе скажу, как всем тебе помочь, и тебе передаю слово. Всем добрый вечер. Давай еще со звуком определимся. Нажми на кнопочку. Всем добрый вечер. Давай еще со звуком. Сейчас, секундочку. Напомню, и выключи, чтобы звук не дублировался. На странице, где есть чат, поставь видео на паузу. Вот здесь, да. По паузу. Так, есть все. Теперь ты не будешь сам себя или меня слышать. И на этой странице нажми тогда зеленую кнопочку «Показать экран», чтобы люди тебя смогли увидеть перед тем, как ты покажешь презентацию свою. Вот, есть, отлично. Ну и так, поприветствуйте. У нас с вами в эфире Валерий Максимчук. Кто его узнал, пожалуйста, в чате откликнитесь. Добрый вечер. Мне, конечно, тоже приятно с вами сегодня вечером пообщаться. Напишите еще, пожалуйста, чтобы я понимал, с кем мы знакомы. Да, благодарю за приветствие. Поставьте, пожалуйста, семерки. Семерки, вот просто семерки поставьте. С кем мы где-то, может быть, пересекались. Может быть, вы мои какие-то видеоуроки смотрели, на каких-то мероприятиях были. Книги читали, на сайте были. Семерки, просто семерки поставьте. Пока вы ставите, я несколько слов скажу. Со многими мы где-то виделись. Ну, отлично, здорово. Несколько слов хочу сказать в качестве своего представления, чтобы мы общались конструктивно. У нас всего лишь 45 минут, час максимум. И, конечно же, хочется, чтобы это время прошло максимально для вас полезно, максимально эффективно. Поэтому быстренько, короткая визитка, короткое представление. И поговорим о том, что на самом деле для вас действительно важно. В первую очередь, конечно же, из точки зрения развития бизнеса, увеличения доходов, ну и, как следствие, улучшения жизни. Два слова академера. За счет такой широкой географии это позволяет нам, и мне в частности, видеть, как ее президенту и основателю, то, что сетевой бизнес на самом деле действительно великая, хорошая возможность для многих людей. За счет того, что мы в разных странах и в разных экономических ситуациях работаем с клиентами, помогаем развивать бизнес, мы понимаем, что на самом деле принципиального значения, в какой стране ты работаешь, в каком городе, какая ситуация в настоящий момент экономическая или социальная, это принципиального значения не имеет. Нет, это имеет только лишь значение, умеешь ты работать или не умеешь ты работать. Профессионально ты работаешь или непрофессионально ты работаешь. Я вот буквально на прошлой неделе, меня попросили дать такое небольшое интервью, ребята начинают сетевой бизнес, и вот они один из вопросов мне задают, «Валерий, скажите, вот в настоящих экономических реалиях, насколько эффективно заниматься сетевым бизнесом?» И я понимаю по их вопросу, что они ждут от меня ответ, что да, сейчас в экономике, когда не очень хорошо, сетевой бизнес – это наилучшая возможность для многих людей. Да, с одной стороны. Но я им ответил, как считаю на самом деле, что независимо от того, какая экономическая ситуация, можно достигать больших результатов или не достигать, или когда экономическая ситуация хорошая, выдают кредиты, как это было там 11 лет назад и будет в каком-то будущем ближайшем, тоже есть люди, которые развиваются. Поэтому хочется с вами поговорить сегодня с точки зрения того опыта, который у нас накоплен. И я лично уже занимаюсь и знаком с сетевым бизнесом уже 19-й год. Как бизнес-тренер я работаю уже 15 лет. Ну, я практикующий тренер, очень хорошо понимаю, от чего зависят нюансы сетевого бизнеса. И вот Антон сегодня говорил, я абсолютно с ребятами согласен, что очень многие рассказывают о успешных подходах, правилах. Это тоже хорошо. Я в последние годы рассказываю об ошибках. Потому что когда-то и сам, когда я начинал, и любой человек, который начинает новое дело, сетевой бизнес – это очень интересный бизнес. Он на первый взгляд обеспечивает какой-то свободой действий, а с другой стороны нужно самостоятельно организовывать. И вот если понимать ошибки, которые тебе мешают идти вперед, то и понимать, как их исправить, ты начинаешь двигаться быстрее. И вот последние годы, работая во многих странах, есть возможность проводить разные эксперименты в хорошем смысле этого слова, то есть проверять, что работает лучше, как работает лучше, и отталкиваться именно от этого. Мы обнаружили, что когда даешь четкий перечень на каждом этапе ошибок, которые делаются, ошибок, которые совершаются людьми, то, соответственно, ты вводишь человека в осознанное состояние. И если говорить даже о нашем взаимодействии на вот эти 45 минут или час, то в чем я вижу свою задачу? Я об этом говорю всегда, потому что обычно я выступаю 20 часов, 30 часов, то есть 2-3 дня идут какие-то программы, но я говорю всегда именно об этом, что наше взаимодействие состоит в том, чтобы я, пользуясь своим личным опытом, опытом многих клиентов, мы работаем с топ-лидерами и компанией Reflame, естественно, в том числе, я очень многих знаю лично, компания Reflame для меня очень близкая компания, и я знаю практически всех, кто входит в топ-15 России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран, Болгария были недавно, топ-1 Reflame Болгария, Албена Димитрова и Светозара. И вот всегда я говорю одно и то же, что моя задача состоит в том, чтобы показать вот на этом пути, с того места, где находитесь вы сейчас, как попасть в то место, где хочется находиться, то есть с точки А в точку Б, потому что если этот маршрут знать достаточно хорошо или идти рядом с тем человеком, который знает маршрут достаточно хорошо, то вероятность попасть в точку Б близка практически к 100%. Естественно, на этом пути встречаются ошибки, и очень важно быстро на них реагировать и исправлять. Без ошибок не бывает никакого движения, без ошибок не бывает никаких перемещений. Об этом, я думаю, все взрослые люди знают и понимают. Но вот умение исправлять ошибки, умение быстро менять ситуацию, умение быстро находить правильное решение, чтобы двигаться дальше, вот оно и определяет, с какой скоростью ты придешь. И вот в какой скоростью ты придешь к своей новой цели, к тем достижениям, которые есть у каждого человека. Поэтому вот я за эти 45 минут плюс-минус хочу с вами поделиться такими, на первый взгляд, простыми, но очень распространенными ошибками. Я уверен, и как их исправлять, естественно, расскажу. Я уверен, что многие из вас, из присутствующих, уже не один год в сетевом бизнесе, не один год, я думаю, с компанией Reflame работают, директором, я думаю, достаточно много. Но наступает момент, когда ты развивался-развивался, и потом, бам, вот что-то останавливается. Это у всех наступает такая ситуация, независимо от опыта, независимо от уровня дохода, просто на разном уровне люди находятся. И вот самый ключевой момент, когда эта ситуация наступила, вот здесь нужно быстро и четко определиться, как изменить эту ситуацию, что улучшить, что исправить, чтобы двигаться дальше. Это может быть технология, это может быть психология, связанная с нашим мышлением. Поэтому поговорим сегодня об ошибках. И начнем с того, что одна из таких распространенных ошибок состоит в том, что люди, которые приходят на мероприятие, вот вы сегодня пришли, много людей. Ситуация, на первый взгляд, простая. Вот я иду на мероприятие, вот вы пришли сегодня на мероприятие. Вы же пришли не просто посмотреть, послушать или провести как-то эти два часа именно перед монитором. Вы пришли на самом деле за ответами на свои вопросы. Правильно же я понимаю? У каждого человека, который идет к какой-то своей цели, есть вопросы, и человек хочет на самом деле на эти вопросы получить ответ. Если вы с этим согласны, просто напишите мне в чате, что да, мы с этим согласны, это действительно так. Давайте еще раз проверим нашу связь. Есть, да? И парадокс состоит в том, что вот с этим все всегда согласны, но парадокс состоит в том, что никто, никто, как бы это странно ни звучало, не пишет вопросы прежде, чем попасть или на мероприятие, или войти в зал мероприятия. Я принцип, который помогает двигаться быстро вперед, называю технология «дверь сквозь стену». Очень многие люди, они, когда столкнулись с каким-то препятствием, начинают искать какие-то обходные пути, маневры, подкопы, лестницы оставить, преодолевают, наберут те лучшие еще варианты, когда человек что-то делает, чтобы препятствия преодолеть. На первый взгляд это правильно. Но я уже очень много лет использую сам, делюсь этим опытом со всеми, с кем мы где-то встречаемся, что есть еще один очень интересный вариант. Можно не карабкаться, не рыть никакие подкопы, можно проходить сквозь препятствия, проходить сквозь стену. Для этого нужно найти, знать, где эта дверь, определить причину или ту ошибку, которую мы говорим, то есть что тебе мешает двигаться дальше, в чем суть этого препятствия. Дальше нужен ключ, то есть знать, как преодолеть это препятствие, как решить эту ситуацию, то есть надо решение, как эту причину устранить. Ну и дальше мотив сделать шаг вперед. Если вы сейчас на этом мероприятии, если вы сейчас слушаете людей, которые достигли результата, значит вы готовы двигаться вперед, у вас есть энергия, ну я так предполагаю, хочется мне в это верить. Тогда нужно понимать, что вам сейчас мешает развиваться быстрее. Даже если у вас сейчас идет развитие, вы можете развиваться быстрее, в два раза быстрее, в три раза быстрее. Я за свои 19 уже скоро лет опыта видел и сам это делал, как можно за год удвоить, утроить продажи, доходы, но для этого надо правильно строить бизнес. Поэтому я хочу с вами поделиться вот этими причинами и ошибками, чтобы вы проходили сквозь препятствия, потому что только вы остановились, только вы остановились. Это означает, что нужно взять, посмотреть, что мешает. Если не можешь найти, обратиться к тем, кто знает, как найти ошибку или причину, найти ключ, решение, а лучше его знать и дальше двигаться вперед. Тогда скорость удваивается, удваивается и утраивается. Итак, первая ошибка, которую многие делают, состоит в очень простой вещи. Они не пишут свои вопросы. Они не пишут свои вопросы. Я даже у вас не буду спрашивать, чтобы сэкономить время, потому что я знаю, что многие из вас, прежде чем войти в вебинарную комнату, попасть на вебинар, не записали свои вопросы. Казалось бы, ну что может быть проще или понятнее, когда даже сейчас это говоришь. Но если... Почему многие не пишут свои вопросы? Да потому что они в голове есть, потому что они в голове крутятся. На самом деле, когда человек пишет вопрос, он фокусируется на поиске ответов именно на этот вопрос. И даже написать вопросы бывает не так просто. Давайте быстренько посвятим этому одну буквально минуту. Вот запишите прямо сейчас. Не здесь в чате, а у себя в тетради. Вот у себя в тетради запишите три вопроса, два-три вопроса, одна минута, которые в настоящий момент волнуют вас больше всего. Я несколько лет назад летал... Вы пишите, пишите, я пока буду еще кое-что рассказывать. Несколько лет назад я летал в Лондон специально на семинар Антони Роббинса. И когда вот тоже ищешь ответы на свои вопросы, постоянно на каждом мероприятии получаешь подтверждение. Семинар Антони Роббинса, если вы, может, слышали или знаете, это один из самых дорогих бизнес-тренеров в мире. Вот такие поездки обходятся, вот нам обошлись в 10 тысяч долларов. И, конечно, когда ты тратишь на трехдневное обучение, на трехдневный семинар 10 тысяч долларов, ты хочешь оттуда взять по максимуму. Я вот составил список вопросов, у меня их было около 20. В течение этих трех дней я получил ответы практически на все, ну, по-моему, на 16 вопросов. Остальные просто там, ну, уже были такие очень глубокого, широкого характера. Вы пишите, пишите 2-3 вопроса. Если у нас останется 5-10 минут, и у вас останутся вопросы какие-то для вас очень важные, мы эти 5-10 минут посвятим тому, чтобы я на эти вопросы ответил. Потому что очень важно, даже если вот вы возьмете, я вам еще кое-что расскажу полезное, но даже если вы возьмете только вот эту одну рекомендацию, вот устраните эту одну ошибку, вы повысите эффективность каждого мероприятия, на котором вы присутствуете, в 3, в 5, в 10 раз. А учитывая, что вы в сетевом бизнесе, эффективность ваша, как лидера, повысится в 20-30 раз, потому что вы можете этой простой технике или устранить эту ошибку у своих партнеров. Вы пишите вопросы, которые вас волнуют, и ответы на которые вы хотите получить. И обязательно каждому своему партнеру, который приходит на мероприятие, на любое мероприятие, даже если это мероприятие по продукции, вы тоже им даете задание написать вопросы. Потому что когда вместе собираются люди, люди-деломысленники, люди, стремящиеся к новым целям, к новым достижениям, создается, аккумулируется в зале энергетика очень качественная, очень сильная. И эти ответы не обязательно, что вы получите от спикера. На вебинаре или на семинаре, или на тренинге вы можете ответ на свой вопрос получить от общения о перерывах в кулуарах. Вы можете ответ на свой вопрос получить просто в виде какой-то мысли или какой-то идеи, но и от спикера тоже в том числе. Понимаете? Но если вы не запишите вопросы, есть большая вероятность, что вы получите просто много информации, и вы не сможете определить, что из этой информации для вас максимально полезно. Вот сегодня ребята дали очень много полезных, реально практичных моментов, практических моментов, которые нужно использовать. Но насколько это сейчас для вас применимо? Как минимум, если вы вопросы не писали, нужно для себя обязательно составить и записать свое расписание, когда вы применяете то, о чем узнали, то, о чем услышали. Итак, первая ошибка, о которой я хотел вам рассказать. Многие, почти все, почти все, 99%, если хотите, не пишут вопросы. Они их крутят в голове в лучшем случае. И это ошибка. Записывайте вопросы сами и просите своих партнеров тоже записывать вопросы. Вы достигнете еще очень одного важного момента. Каждое мероприятие будет полезным для ваших партнеров. Почему многие партнеры перестают ходить на мероприятия? Они вам это могут как угодно объяснять. Родители, кошки, собаки, дети, начальники, еще там чего-то, заботы какие-то семейные. Это все частичная правда. Основная причина, почему они не ходят на мероприятия, они на предыдущих мероприятиях не получили никакой пользы. Не поняли, что они получили пользу. Не поняли, зачем они туда пришли и что они оттуда унесли. Если они будут писать 3-5 вопросов, можно больше на мероприятии, и будут получать ответы, а ответы можно получить и после мероприятия, обсудив эти вопросы, они будут понимать, что нужно идти на следующее мероприятие, чтобы получить еще 3-5 ответов, еще 3-5 ответов. Понимаете, насколько на самом деле все просто? Хорошо, идем дальше. По системам. Все понимают уже, кто в бизнесе не первый год, что бизнес нужно вести системно. Мы за 19 лет очень много проверили различных технологий, направлений. И вот я как человек системный, я всегда люблю выстраивать какую-то последовательность, чтобы было понятно, как работает какая-то часть бизнеса или весь бизнес. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это выстроенных 6 бизнес-систем, разбитых на 3 модуля, на 3 части. И вот с точки зрения ошибок, как анализировать бизнес, как находить ошибки, нужно понимать прежде всего и видеть бизнес как бы сверху, вот его полностью. Вот здесь вы видите слева первый модуль, две первые бизнес-системы, без которых ни один бизнес не начинается, ну и сетевой в частности. Вот первая система повышения мотивации и верности в себе, и она идет в связке со второй системой, действия для создания успешных бизнес-команд. Действия нужны не просто для того, чтобы приходили люди. Нужны, и вот Антон очень верно сказал, я это пропагандирую уже года 4. Еще с Кирком ректором, когда вот я, так у меня получилось по жизни, потом как-то, если встретимся, расскажу историю, с Кирком ректором мы начинали когда-то разрабатывать систему ПРО в Украине. И вот мы тогда еще командообразование говорили и думали, как сделать так, чтобы каждый, кто в сетевом бизнесе настроен на серьезное развитие, понимал, что нужно не просто команду создать. Команда – это мало. Нужно создавать команды, и разница в одной букве, но на самом деле на выходе это две разные стратегии. Если ты создаешь одну команду, ты в этой команде в лучшем случае станешь лидером, директором, например, да? И за то время, пока ты ее создаешь, ты становишься для этой команды таким настоящим, полноценным, уважаемым человеком. Тебя все любят, без тебя почти ничего не решается. Со временем, у кого амбиции еще зашкаливают, вырастает на голове корона. И получается незаметно, очень такая проблемная ситуация, а я очень много с этим сталкивался, как коуч и как бизнес-консультант. Как только появляются какие-то в глубине подрастающие лидеры, они претендуют на эту корону. И вот получается ситуация всего лишь ошибка в стратегии. Когда ты создаешь свою команду, для тебя эта команда как твой ребенок, как твое детище, и ты начинаешь ее защищать, ты не хочешь в эту команду еще кого-то пускать. Я понимаю, что вы, скорее всего, понимаете, что это неправильно. Не давать расти, нужно наоборот давать расти лидерам. Но стратегия вначале должна быть изначально правильная. Изначально правильная стратегия. Нужно создавать команды, и в этой каждой команде должен быть свой самостоятельный лидер. Тогда будет пассивный доход, тогда будет, естественно, суть бизнеса. Запишите для себя, поставьте восклицательный знак. Запишите себе, я создаю команды. Команды. Шесть команд. Бриллиантовый директор. Мне нужно шесть команд. Что еще меняется, когда ты просто меняешь формулировку вот этой стратегии? Если ты создаешь команды, ты в людях будешь тогда стараться рассмотреть их лидерский потенциал. Не просто мне нужны люди, все подряд. Это тоже приводит к очередным ошибкам. Дальше о них еще расскажу. Когда ты создаешь команды и постоянно об этом думаешь, и учишь каждого своего партнера, я помогу тебе создать три команды, я помогу тебе создать четыре команды, пять команд, шесть команд. Ты в людях стараешься рассмотреть именно то лидерство, которое есть в каждом человеке. Есть такая уже немножко древняя история, возможно, вы ее слышали. Однажды в американской школе пришла новая учительница, и ее как вот такую новую молодую решили бросить на образуру. И далее самый такой неблагонадежный класс, где все балбесы, плохая дисциплина, плохо учатся, бросают вызов учителям. Ну, такие как бы неформальные ученики. И вот эту молодую учительницу, бам, и бросили на этот класс. Ну, выплывет, выплывет, не выплывет, ну, вот такая у нее будет подготовка. Проходит время, месяц, два, три, она не жалуется, ходит, даже улыбается, общается, все нормально, удивляется. Проходит еще время год, подводятся итоги года. И с удивлением директор школы видит, что класс этой учительницы становится одним из лучших классов по успеваемости в школе. И вот, когда уже эту учительницу поздравляют на собрании, вручают ей там дипломы, все, что полагается, директор меня спрашивает, скажите, пожалуйста, как это у вас получилось? Мы вам дали самый плохой класс, а вы с него за один год смогли сделать вот такое замечательное класс и достижение. А она, учительница, в свою очередь, тоже удивляется, говорит, как самый плохой класс. Я, наоборот, когда пришла в этот класс, сама удивилась, что мне дали такой замечательный класс, таких людей мне как новому педагогу доверили, таких замечательных учеников. Тут директор школы опять удивляется, говорит, ну, как же замечательных учеников? Мы вам дали класс такой отстающий, там, со сложными учениками. Она говорит, ну, как же? Я пришла, посмотрела журнал, посмотрела колонку и увидела, что у всех учеников очень высокий уровень IQ, ну, то есть умственных способностей. Тут опять директор удивляется и говорит, ну, откуда этот высокий IQ, где вы это видели? Она показывает журнал и говорит, ну, вот колонка, смотрите, какой высокий у всех IQ. Директор смотрит журнал, смотрит на эту колонку и с удивлением ей говорит, это не уровень IQ, это номера шкафчиков, которые у этих ребят закреплены на физподготовке. Понимаете, в чем суть? Она просто перепутала, я не знаю, насколько эта история, ну, правдивая, или эта история придумана, но суть в том, что мы можем в людях видеть разные отображения. И если вы выбрали стратегию, я создаю команды, я создаю команды, вы будете стараться в людях рассмотреть именно их лидерский потенциал. Он там есть, да, у кого-то глубоко, у кого-то ближе, но вы будете стараться, опять же, выбирать тех людей, кто сейчас готов к лидерству. Если вы будете создавать просто команду, вы в лучшем случае станете директором, вы потратите на это много усилий, много усилий, но дальше будет развиваться сложно. Поверьте, я это уже много раз видел. Там, где мы меняли стратегию, развитие идет всегда быстрее. И вот эти две системы, они идут в полной связке. Нужно постоянно понимать, как повышается мотивация, от чего это зависит. Я вам сейчас тоже здесь пару ошибок покажу. И что является уверенностью, от чего зависит уверенность, и как на нее влиять с точки зрения своей уверенности, помощи своим партнерам. Я не буду вас даже спрашивать, чтобы время сэкономить, актуально ли об этом поговорить. Я имею в виду о мотивации и уверенности. Я знаю, что это актуально. Следующая система – это уже обучение и поддержка бизнес-партнеров. Обучение имеется в виду в группах, обучение уже качественное. Это уже третья система. Когда людей становится еще больше, нужно понимать, как личную эффективность лидера повышать. Я не смогу сегодня, естественно, все это рассказать, только поговорим об основных моментах по первым системам. Дальше уже идет правильное выстраивание бизнес-отношений, когда людей уже очень много. Нужно понимать, как сделать так, чтобы это были отношения, которые помогают бизнес развивать, и отношения, которые помогают, ну, не очень жесткие, но помогают их поддерживать на уровне такой нормальной дружбы, от которой не страдает бизнес. Потому что если это друзья, кума, ну, как ты их будешь там выговором говорить, что там людей их мало на мероприятии, или они куда-то не идут, или не едут. Это же друзья, так нельзя говорить. Но есть техники, как это выстраиваться правильно. Я хочу просто вам показать, чтобы вы понимали, вот над чем нужно работать, вот что нужно, не все подряд нужно учить. Сейчас в интернете столько информации. Выберите вот то, что важно сейчас. Найдите свои первые ошибки по первым системам, и начните их исправлять. И последняя, шестая система, это как управлять уже командами и бизнес-процессами, когда они уже выстроились, то есть быть именно таким лидером командного уровня управления. Но сейчас вот я по двум этим системам хочу пройтись, сколько успеем. Почему? Потому что я в прошлом году, вот у меня сын во втором классе был, у меня четверо детей, вот, и один из сыновей во втором классе. И вот он приходит, мы общаемся, его со школой встретил, и вот он мне говорит, у нас там есть какой-то Вася, условно говоря, двоечник. И я ему говорю, ну подожди, как двоечник? Это же второй класс, во втором классе там буквально, ну ничего такого вообще нет сложного, чтобы быть двоечником. Ну, он мне там что-то объяснил, а я тогда задумался, я себе говорю, слушай, ну в сетевом бизнесе тоже есть двоечники, Почему в втором классе есть двоечники? Почему в сетевом бизнесе есть двоечники, в начале, когда все достаточно просто и понятно? И я понял, двоечники во втором классе есть по очень простой причине. Это не связано с учителями, это не связано с собственными способностями детей, это не связано с какими-то заданиями или предметами, которые в школе учат, или еще какие-то внешние причины. Я нашел основную причину, почему во втором классе есть двоечники. Этой причиной, кстати, как вы думаете, почему в втором классе есть двоечники? Интересно просто ваше мнение, насколько вы быстро и сразу ответите. Потому что осознанное понимание того, что является этим реальным препятствием, опять же, той же ошибкой, оно позволяет исправлять эту ошибку? Ну вот Татьяна взяла и сразу правильный ответ написала. Вариантов-то не так уж и много. Кто или что является причиной? Ну вот лень пишут, нет желания, не дорос до учения и так далее, неинтересно, ярлык повесили. Это все правильно, самооценка не та. Это все правильно с одной стороны, но на самом деле Таня сразу написала ключевую, основную причину, все остальное следствие – это родители, которые не сфокусировали своего ребенка. Почему неинтересно ребенку учиться? Потому что не объяснили ему, зачем это нужно, не перевели это какое-то осознанное состояние, не создали игру какую-то. Я за детьми наблюдаю, но в силу того, что у нас их четверо, все разного возраста, естественно, и на детях можно очень многому научиться. Родители – основная причина. Я своим детям много всего объясняю, но не буду сейчас в эту тему уходить, тоже большая интересная тема. Но я им объясняю всегда, чтобы им было осознанно понятно, почему нужно учиться, потому что алгебра, геометрия, физика, химия на 95% жизни это не пригодится чаще всего, если они пойдут по какому-то из этих направлений. И тогда возникает вопрос, а зачем учиться? И я своим детям уже с 2-го, с 3-го класса, дочке даже сейчас объясняю, на следующем году пойдет в школу, для того, чтобы они потом в жизни могли состояться, для развития, для привычки, для привычки находить ошибки, для привычки развиваться, для привычки запоминать, для привычки быть тем человеком, который не растеряется в какой-то сложной ситуации. В школе их достаточно много. И вот это осознанное понимание, оно переходит в то, что наши дети все учатся хорошо. Ну сейчас, те, кто учатся. Так возвращаемся в сетевой бизнес. Почему в сетевом бизнесе есть двоечники? Я двоечниками называю тех, кто уже больше года, тем более двух, и не заработал 500 долларов, например. Например, если говорить о, не важно, крупных городах или не крупных городах, все, кто несколько лет в сетевом бизнесе не заработали хотя бы 500 долларов, я имею в виду именно от структуры, от сети, это двоечники. Ну и тогда вопрос закономерный. Почему есть двоечники в сетевом бизнесе? Их очень много, вы же это прекрасно понимаете. Кто является тем человеком, который таким образом выстроил взаимоотношения, работу и так далее? Ответ правильный, если там родители, то если вы честно ответите и на этот вопрос, мы тогда получаем что? Правильно, правильно, Оксана, это спонсоры, это спонсоры, которых не научили, может быть, еще где-то спонсоры, или которые плохо учились у хороших спонсоров, у хороших лидеров, или делали вид, что учились. И вот эти ошибки, которые на самом деле не такие уже сложные, но они передаются с поколения в поколение, потому что кого-то не научили сверху, тот не научил, тот не научил и так далее. Хорошо, идем тогда дальше. Вот эти 10 шагов, чтобы вот тему немножко троеточие поставить со школой, вот эти 10 шагов по моему опыту, по моему мнению, я говорил вначале, что у меня опыт практически, ну, через полгода в сетевом бизнесе у меня было более 5000 человек, вот, ну, во всех уже разных командах и структурах, вот. И когда меня спрашивали, как это получилось, нужно же выступать было, нужно было делиться опытом. И вот, когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что ты рассказываешь теорию, не рассказываешь практику, как-то становится не очень удобно, и я и мои лидеры начали разбираться, как же у нас это получилось. И вот эти 10 шагов, которые вы видите, это вот та азбука, можно ее назвать, или арифметика, то есть это не алгебра, не геометрия. Вот этих 10 шагов достаточно, чтобы создавать директорские команды. Да, нужно еще, естественно, понимание того, как организовать систему обучения, как организовать систему управления и так далее. Но вот эта база, эта основа, вот если вы своих людей проведете по этим 10 шагам осознанно, 5 шагов первой системы, 5 шагов второй системы, причем обратите внимание, что система вот действий, классических действий, многие их знают, неважно, в офлайн или в онлайн, вот, ну, нужно встречи назначать, нужно встречи проводить, искать партнеров, инструктировать и так далее, делать их ключевыми партнерами. Но это вторая система действий. Первая система – это система мотивации, повышения уверенности в себе. И если мотивации много, если мотивации много, и человек сразу прыгает в действие, возникает еще одна ошибка. Вот я хочу о ней сейчас сказать. Многие думают, что мотивация – это цели. Вот если прописать хорошо цели, вот, то будет у новичка мотивация. Но по практике, если посмотреть, я уверен, что вы это уже тоже замечали, этих прописанных целей, даже правильно прописанных, там, с частичками не, еще там, с какими-то нюансами, их хватает все равно не очень надолго. Опять наступает момент, когда активность падает, энергии мало, там, или лень, как угодно можете назвать. Много лет назад я об этом уже задумался и на своем опыте, на опыте очень многих других людей, лидеров. И в итоге пришел к выводу, что на самом деле мотивация – это не просто цели. Мотивация – это немного шире. Цель, которую человек ставит, это, в лучшем случае, энтузиазм. И если человек вот здесь, со второго шага, вам хорошо видно сейчас вот 10 кружочков? Мне поставьте, пожалуйста, в чате пару плюсиков, чтобы хорошо видите. И если обратить на это внимание, то возникает, и мы получаем очень много ответов на простые вопросы. Но резкость я не исправлю, вот как есть такие записи, потом посмотрите тогда. Если просто прописать даже цели и человека бросить в действие, то есть назначать встречи, там, списки и так далее, или интернет, или еще где-то, но человек не получит быстрый результат, а это так чаще всего бывает, он очень быстро сдувается, падает активность – это одна из основных причин, почему новички быстро прекращают заниматься бизнесом. и говорят, что там им что-то не хватает, люди закончились, все уже все знают, никому ничего не нужно, все знают, что я в Reflame, уже все там что-то услышали, вот и так далее. Но на самом деле выход из этой ситуации есть. Как сделать так, чтобы новичок подержался до первого результата, и я даже сегодня, успею, я думаю, расскажу, как сделать так, чтобы этот первый результат был быстрее. Что получается? Когда уменьшается уверенность, падает активность, спонсоры активные начинают предлагать новые методы. Например, там партнер говорит, у меня знакомые закончились, все все знают, хорошо, тогда пойдем на холодный рынок или в интернет, и еще куда-то, и там начинается опять путь с минуса через ноль, с ошибками, и чаще всего опять ничем хорошим не заканчивается. Так вот, ошибка состоит в том, что мотивация – это не только цели, мотивация состоит из трех частей. Вот я вам сейчас хочу, чтобы мы сделали упражнение, расскажу об этом подробнее, какие три части, и почему размер дохода, он на самом деле не определяется тем, что человек написал в своих целях. Потому что написать можно в целях, и вы-то не раз делали любую цифру. Можно написать и 1000 долларов, и 5000 долларов, и 10, и 25 тысяч долларов. Задание очень простое. Рисуйте сейчас тетрадку, 9 точек, как вы видите на экране. 9 точек, 3 ряда, 3 точки, первый ряд, 3 точки, второй ряд, 3 точки, третий ряд. Рисуем 9 точек. И ваша задача, теперь поставить ручку в любую из этих точек, и не отрывая руки, соединить эти 9 точек четырьмя прямыми линиями. Вот вы поставили ручку в любую точку, вам нужно провести 4 прямых линии, не отрывая руки, чтобы эти 4 прямых линии соединили все 9 точек. Это упражнение напрямую связано с мотивацией. Но попробуйте несколько раз. Чтобы сэкономить, опять же, время, я думаю, те, кто хотели, попробовали. Если вы не знаете это упражнение, как его сделать, вы его не сделаете. Хотя это на самом деле задание для математических олимпиад, по-моему, в пятом, что ли, классе. И дети, пятиклассники, шестиклассники делают на порядок быстрее, больше и чаще, чем это делают взрослые. Взрослые практически не способны решить эту задачу, выполнить это упражнение. Получилось, может быть, у кого-то? Напишите мне в чате. Если вы знаете, как четырьмя линиями соединить, соедините тремя, двумя или одной. Ну, чтобы вам было интереснее. Задача решается следующим образом. Ставим ручку в левую верхнюю точку. Ну, для примера, можно и в другую. В левую верхнюю точку. И ведем линию вправо, вправо, вправо. Видите, где она у меня заканчивается? Ведем линию вправо. Вот здесь она у меня закончилась. С этой точки мы опускаемся по диагонали вниз. По диагонали опускаемся влево-вниз. И оказываемся внизу. Теперь поднимаемся вверх и оказываемся в той точке, где мы были. Это третья линия. И по диагонали опускаемся вправо-вниз. Вот у нас получилось четыре линии. Раз, два, три, четыре. В чем суть, что это упражнение показывает? Да, кто из вас знает уже, ну, вы понимаете вывод. Нужно выходить за пределы. За пределы чего? На самом деле, на самом деле, ответ, он виден, если немножко эти девять точек вот поместить в такую рамку. Взрослые не могут решить эту задачу по очень простой причине. Потому что они ищут решение внутри этой рамки. Вот внутри этой рамки. А решения там нет в принципе. Вот в принципе там нет решения. Поэтому, если цель не достигается, вот вы поставили какую-то цель, а это, ну, большинство людей бывает так, что цель не достигается. Это означает, что вы хотите эту цель достичь, оставшись в той рамке, в которой вы находитесь в настоящий момент. А это практически невозможно. Нужно выйти за пределы. И вот то, что вы на сегодняшней встрече, ну, как минимум, говорит о том, что вы, ну, по крайней мере, может, не осознанно, но поиски. А как же выйти за пределы этой рамки? Есть разные рекомендации. Там в зоне комфорта денег нет, там еще что-то говорят. Но выходить из зоны комфорта для многих дискомфортно и многие не рискуют. Есть вариант просто расширять свою рамку. Тем более сейчас для этого есть абсолютно все возможности. Для того, чтобы расширить свою рамку, нужно свое окружение наполнить другими людьми. Невозможно зарабатывать больше, чем зарабатывает твое окружение или те люди, с которыми ты постоянно общаешься, которые занимают большую часть времени, которых больше в твоей жизни. Если в твоей жизни большинство людей, с которыми ты общаешься, которые зарабатывают так же, как ты или меньше, вероятность того, что ты начнешь зарабатывать больше, ну, очень маленькая, очень маленькая. Надо проводить больше времени общаться, слушать в Ютубе, в любом месте, где это возможно, тех людей, которые зарабатывают два-три раза больше, начинают думать, как это делают они. Тогда есть шансы, что вы выскочите вперед на большие доходы. Вот как можно соединить, кстати, кому интересно, тремя линиями. Тремя линиями, видите, вот здесь. Ну, я там понимаю, что у вас может быть расплывчатое мелко. Вот потом запись посмотрите. Вот как соединить двумя линиями девять точек. Можно просто взять этот листик, разорвать его на три части. Это вот реальные ответы, задачи, решение этой задачи детьми, вот пятого-шестого класса на математических олимпиадах. Или разорвать его на три части, выложить в одну линейку и соединить в одной линии. Вот взрослые так не думают. Вот поиск решений, вот все, о чем я сегодня хочу до вас достучаться и сказать, ищите ошибки, задавайте себе постоянно вопрос, в чем моя ошибка. Потому что слушая людей успешных, которые уже достигли результата, они же делятся своими успехами, как они это делают. Повторять действия другого человека достаточно сложно. Особенно, когда ты не понимаешь, а на что нужно направить усилия. Потому что рассказывается оно о разных нюансах, о разных деталях жизни, бизнеса. А в чем именно твоя ошибка, которая тебя сейчас держит. И чем чаще вы будете себе задавать вопрос, в чем я ошибаюсь, что я делаю не так. Вот подойти не с позитивной точки зрения, как вот в сетевом бизнесе, но это уже такая стала норма, а подойти с точки зрения такой конструктивной, рациональной. Посмотри, что я делаю не так. Одну очень простую вам дам рекомендацию, я очень надеюсь, что вы ее начнете выполнять. Записывайте себя на видео. Записывайте себя на видео. Как вы делаете звонки? Со стороны намного лучше можно увидеть, как вы говорите, как вы себя ведете, ваша мимика, жестикуляция. Как вы проводите бизнес-встречу? Поставьте камеру, поставьте смартфон, запишите на видео, что вы говорите, и потом проанализируйте. Еще одна ошибка состоит в том, что многие не анализируют результаты проделанной работы. Ну вот просто, казалось бы, это понятно. Но когда отрицательный результат, иногда, может быть, еще подумают, но вот так, чтобы хорошо проанализировать, найти ошибку и исправить, почти никто этого не делает. Когда положительный результат, тоже нужно анализировать. Как это получилось? У тебя есть результат. Сядь, подумай, что я сделал, что у меня получился этот результат? Что я сделал, что у меня не получилось результата? Когда мои партнеры говорили, мы там делаем звонки, люди не приходят. Я их спрашиваю, что ты сказал, чтобы человек не пришел навстречу? Они удивляются, как? Я ничего такого не говорил, чтобы он не пришел навстречу. Я говорю, но он же не пришел навстречу. Значит, ты что-то сказал, из-за того, что ты сказал, он не пришел навстречу. И вот изменение самое сложное для людей. Изменить привычку – это нужно время. И люди, многие, не достигают результата только лишь потому, что они изначально-изначально не хотят меняться. И вот если говорить о лидерстве, многие говорят, как выращивать лидеров, даже как развивать лидеров. На самом деле изменить человека невозможно. Я думаю, вы к этому выводу уже пришли. Если нет, то я вас тогда могу обрадовать. Вы не поменяете ни папу, ни маму, ни жену, ни мужа, ни детей. Что же тогда делать? Нужно ответ. Ответ состоит в чем? Еще раз говорю, ошибка состоит в том, что многие пытаются изменить людей, даже через обучение, через мотивацию и все остальное. Не получится. Не получится. Я руковожу Академией развития лидерства уже шестой год. 19 лет в сетевом бизнесе. Я это видел со своими партнерами, с собой, со своими близкими. Сейчас вижу, как бизнес-консультант в разных странах мира. Все одно и то же. Все пытаются друг друга как-то изменить, подстроить, и ни у кого ничего не получается. А тех, у кого получается, они потом не могут объяснить, как это получилось очень часто. Ответ состоит в чем? Вам необходимо создавать условия, при которых люди или захотят, или вынуждены будут измениться. Я могу еще раз повторить. Если вы хотите больше лидера у себя в команде, вам необходимо создавать условия, при которых люди либо захотят, либо вынуждены будут измениться. То есть это их должно быть решение, но к этому решению, ну и дальше действие, но к этому решению вы должны их подвести с созданными условиями. Что это означает? Да все на самом деле очень просто, только нужно это использовать. Как поступают опытные лидеры часто? Вот мероприятие, я приезжаю, и вот лидер побежал туда, побежал туда, где проект, где еще чего-то, там билеты, люди, сдача. Я говорю, почему ты сделаешь все сама? Ну чаще вот женщин больше. Она говорит, да, вот это пока их допросишься, пока им объяснишь, как правильно, проще самой все это сделать, это будет все в 100 раз быстрее. На первый взгляд, да. Но когда лидер делает самостоятельно то, что умеет, то развивается лидер. Партнеры при этом не развиваются. И вот ошибка очередная многих в том, что они не дают задания, не распределяют задания. Или если распределяют, то потом что-то сами доделывают, что-то сами там дорабатывают. И получается, что есть лидер, он растет, и вокруг него много последователей, саботажников, саботажников. Антон тоже сегодня об этом очень хорошо сказал. Или вы, я еще в конце об этом напомню, вытяните людей вверх с их привычных рамок, или они стянут вас вниз. Для того, чтобы вы их вытянули вверх, нужно создавать условия для их развития. Давать задания, ставить посильные задачи, инструктировать, консультировать. Сейчас мы еще дальше об этом поговорим. Понимаете? Насколько то, что вы сейчас узнали, для вас по 10-бальной шкале полезно? Только по-честному. Насколько то, о чем я сейчас говорю, для вас по 10-бальной, от 1 до 10, полезно, интересно, может быть, практично, надеюсь. Когда лидер делает все сам, никто не хочет, убежал. Да, конечно, когда люди привыкают к тому, что лидер делает все сам, они потом не хотят выполнять, потому что раньше ты делал, что теперь мы должны делать. Исправлять, конечно, всегда тяжелее. Но вот сейчас я не думаю, может быть, вы и первый раз в таком контексте услышали о развитии лидеров, но мы, та компания, которая занимается именно развитием лидеров и лидерства, мы об этом очень много думаем, проводим исследования, опросы, и я с вами делюсь вот такими последними нашими выводами, наработками, ну, за последние годы. И вот теперь полная формула мотивации. Обратите внимание. Вот это на экране сейчас полная формула мотивации. Именно мотивация, а не энтузиазма. Она состоит из трех частей. Зарисуйте себе обязательно. Первая часть, конечно же, мимо мы никуда не денемся. Это видение правильной цели, которая действительно тебе позволяет решить те проблемы или ситуации, которые у тебя в жизни есть. Вдохновляющее, как угодно можете ее назвать. Но если это только будет одна цель, мотивация долго не продержится. Вторая составляющая, очень важная, это видение пути к цели. Вот здесь в видении пути корень, ну, почти всех проблем в сетевом бизнесе. Да не только в сетевом бизнесе. Если вы поставите цель новичку, даже небольшую цель, 9-процентники, например, да, 9% это то, что достичь может, ну, абсолютно каждый здравомыслящий человек, ну, конечно, при хорошем, правильном спонсоре. Ну, даже и самостоятельно, но при хорошем, правильном спонсоре. Но если вы путь не покажете до бриллиантового директора, то этот новичок, даже при хорошем спонсоре, не дойдет даже до 9%. Это, собственно говоря, и происходит. Развитие в вашем маркетинге, в Reflame, оно должно быть построено на том уровне, на котором доступен, ну, практически для всех. И по моему пониманию, это 9-процентники. На 9-процентниках, 6-7 9-процентников, строится директор. 6 директоров это бриллиантовый. Я понимаю, что это теория, но поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, как удвоить, утроить количество лидеров в отдельном большом регионе страны. Я это делал. Я знаю, как со 100 человек мероприятий до 1000, до 2000, до 3000 раскрутить и довести. И одна из основных причин, у кого что-то не получается, это отсутствие видения пути. Если мы идем, и у нас глаза закрыты, мы идем аккуратно, мы идем медленно, или если мы плохо видим, в тумане или еще где-то. И вот низкая скорость развития бизнеса у вас, у ваших партнеров, она связана с тем, что ваши партнеры, или вы, а из-за того и ваши партнеры, плохо видите путь. А путь состоит, обратите внимание, внизу, из четырех составляющих. Многие опять же здесь путают. Вот еще одна вам ошибка. На первый взгляд ничего нового, в том, что я говорю, но я вам объясню, что новое. Многие путают, что и думают, что путь – это план действий. На первый взгляд, да. То есть план действий – это пошаговый какой-то план, первый, второй, третий, что я делаю там сегодня, завтра, в неделю, в каталог, квартал, месяцы, годы и так далее. На самом деле, план действий, шаги – это только одна из четырех составляющих видения пути, четкого, конкретного видения пути. Почему еще важно об этом, но я вам сейчас все это не расскажу, потому что тут большая отдельная тема, хочу обратить на это очень большое ваше внимание. Почему это важно еще? Потому что видение пути отвечает на вопрос, смогу ли я, смогу ли я достичь эту цель. А если вы пропишите, как обычно это делают, и то не всегда, просто пошаговый план сделаете, тебе надо вот это, вот это, вот это и вот это. Этого мало, этого мало. Первое, что должно быть, это расчет бизнеса. Второе, варианты и способы, как делать заказ, где, как находить людей. Причем, варианты и способы, которые подходят именно этому человеку. И всех надо выбрать, перебрать то, что в настоящий момент для него более подходящее. Для кого-то список знакомых, но далеко не для всех, особенно сейчас. Сейчас в эти вот бизнес приходят люди с таким достаточно низким лидерским потенциалом, с низким предпринимательским мышлением, и они в своем окружении не авторитеты, поэтому список знакомых у них не работает чаще всего. Тогда надо найти альтернативный вариант, метод. Третье, это ресурсы, которыми человек обладает, которые необходимы для достижения цели. Деньги, время, те же люди. Есть семь ресурсов, из которых четыре обеспечивают спонсор, три обеспечивают партнер. Партнер обеспечивает обязательно ресурсы, это время, деньги и люди. О деньгах новичкам вообще многие боятся говорить, он с криками, как будто бы встанет и убежит, а мне сказали, нужно потратить 50 долларов на покупку чего-то, на обучение, или тем более, если еще про заказ говорить сразу первым, быстро сейчас об этом скажу. Но на самом деле, быстрое развитие как раз идет у тех, кто умеет, умеет создать условия, чтобы ваш новичок сразу сделал заказ, сейчас об этом скажу. Успевайте за мной. Вот здесь видение цели, видение пути введено квадратиком и стрелочка показывает на третью составляющую, на веру. Верю я, что дойду к этой цели или не верю? Так вот, вера, вера это следствие. К нам очень много запросов приходит по уверенности. Как повышать уверенность свою, как людям в этом помочь, потому что люди не верят, сомневаются, страхи, комплексы и так далее. Очень много по этой теме приходит вопросов. Так вот, вера это следствие проработки, видение пути. Ну и цели, естественно. Если есть цель, которая для человека важна, даже пусть это будет финансово, просто даже деньги. Хотя там деньги нужно, для чего ты их будешь использовать, расшить, калаш и так далее. Но даже если есть финансовая цель, но нет видения пути, веры будет мало. Если есть цель, деньги, пусть будут даже деньги, и четкое видение пути, рассчитанное, с пониманием, сколько людей, средний заказ, другие расчеты, какие методы, какие ресурсы, пошаговый план, вера появляется автоматически. Можете проверить. Можете проверить. Да, конечно, еще имеет значение самооценка, упражнения, нужно делать это, чтобы самооценка повышалась, нужно повышать свою веру в компанию, в сетевой бизнес и так далее. Но вот я вам рассказываю те основы, которые пропускаются, которые даже опытный лидер, они их пропускают мимо, потому что на собственных качествах достигают цели, а потом возвращаются и не могут понять, почему у них получилось, а у людей не получается. Хорошо, идем дальше. Успеваете за мной? Но если вы там перерисовать не успели, через Александрову презентацию, то если захотите, можете получить и, пожалуйста, пользуйтесь. еще одна проблема. Новички часто не видят желательно быстрого реального результата и теряют, опять же, уверенность. Почему? Инструктаж новичка. Вот здесь он у нас пятым шагом, вот система номер 2, пятый шаг, видите, внизу. Инструктаж новичка. В чем здесь проблема? Должен быть не просто перечень того, как сделать заказ, как вернуть заказ или как на сайте что-то сделать. Это даже не инструктаж новичка, это инструкция по использованию сайта или каких-то базовых элементов. Я говорю про инструктаж, как заработать первые деньги желательно быстро. И это более чем возможно. Более чем возможно. В Reflame я знаю очень много примеров, когда на уровень старшего мензора люди выходили за две недели, за один месяц. Причем это не сетевики с какими-то командами, а обычные нормальные люди, которые разобрались, осознанно это сделали. Я знаю, почему это получилось у них. Поэтому сейчас я вам быстренько расскажу один из основных моментов, от которых зависит скорость развития. Я даже знаю, что я сейчас нарвусь на сопротивление, потому что это всегда происходит. Но я вам расскажу, потому что я знаю многих лидеров, и в Reflame в том числе, которые обеспечивали скорость, выполняя правильно вот этот момент, устранив эту ошибку. В чем состоит ошибка? Она так классически незаметно подползла, но она есть. Когда появляются новички, ему там рассказали о том, о спонсорах, о будущем, о перспективах, цели записали, еще что-то записали. Большинство спонсоров, что они делают? Они отправляют новичка собирать заказ. Каталоги там кто-то 2, 3, 5, 10 дают для себя, для родственников еще где-то. И они говорят, вот каталог, там надо, ну в смысле идет период, там 3 недели, надо собрать заказ. И вот здесь уже идет ошибка. Я сейчас говорю о бизнес-подходе. Я сейчас понимаю, что может быть у вас там, ну не все новички, спонсоры, да даже и вы присутствующие сориентированы именно на бизнес-подход. Но я говорю сейчас о бизнес-подходе, потому что сетевой бизнес это в первую очередь бизнес. Это в первую очередь бизнес. Компании сетевые, и Арифлэм в частности, платят проценты с товара оборота. И чем быстрее товар оборот будет, тем быстрее человек получит свои проценты, то есть свой доход. Так в чем мысль, суть? Основная в инструктаже новичка. Во-первых, сначала первая проблема. У многих нет инструктажа новичка отпечатанного и расписанного там раз, два, три, четыре, пять, о чем сказать своему новичку нужно обязательно. Максимум чего есть, это инструкция, как я сказал, там как делать заказ самостоятельно в интернете или там в офисе, если он есть, или еще там чего-то. Вот, какие-то там пару телефонов. Вот, поэтому инструктаж новичка я у вас не буду даже спрашивать, потому что не хочу тратить время. Я часто этот вопрос задаю. Вот, на прошлой неделе я был в Казахстане, 1200 человек, я спрашиваю на зал 1200 человек, у кого есть инструктаж новичка, 1200 человек поднимают руку, он может быть человек 20. Я говорю, поднимите мне прямо сейчас листик, на котором есть этот инструктаж новичка, и они тоже опускают руку. То есть он у них есть, но где-то там в глубине души. Вот, или в компьютере там, или в принципе они его как-то знают. Но если он не отпечатан, если он не пересылается, не передается, то считайте, что его нет. Что обязательно должно быть в инструктаже новичка, если вы хотите обеспечить скорость? Этому нужно тоже научиться, тут и своя психология должна быть. Вот, но скорость возможна только если ваш новый партнер сделает свою личную активность на тот размер баллов, который вы определяете. Но я считаю, что должно быть 200 баллов. Вот, на самом деле он должен свою личную активность на 200 баллов сделать в течение первого-второго дня. Один-два дня максимум новичку должно даваться на то, чтобы он сделал свою личную активность 200 баллов. Там, где я сам это внедрял когда-то, там, где мы внедряли и внедрили это с лидерами, скорость достижения выхода на 9% увеличилась в 3-5 раз. Почему это важно? Почему это важно? Потому что если ваш новичок не сделает личную активность в течение первых двух дней, тут это энергетическая составляющая, то есть принимать решение нужно в течение там смеси-двух часов, пока эта энергия, энтузиазма, желание там достичь, держится. Потом окружение собьет эту энергию, она там разбавится с пессимизмом и так далее. Это первое. Второе. Когда у вашего новичка приходят уже его гости, то есть его будущие партнеры, и он сам личный заказ не сделал, естественно, что они точно так же идут с каталогами, я это называю там сею-сею посеваю, свой заказик собираю. Потом они приходят там через неделю или через две в лучшем еще случае, в лучшем случае, и приносят заказ там на 23 балла, вот, и радостно вам об этом рапортуют. А это вообще в бизнесе ничего не решает. Понимаете? И вот там, где выстроена работа, что новичок делает заказ на первый-второй день для себя там покупает, для своих близких, для мастер-класса, там, попробовать, еще что-то, может на продажу, может на подарки, не принципиально. Это никакое наперед опережает, там, ну, может быть, какое-то возражение, что там у людей будет продукция и так далее. Я с первого месяца делал личную активность еще на большую сумму, и абсолютно все нормально, и денег у меня тогда не было и так далее. Если вы обеспечите этот подход, то ваш новичок уже в первом каталоге выйдет как минимум на 9%, в зависимости от скорости назначения встреч и работы уже с его партнерами. Если они будут делать каждую личную активность, даже разделите на два, у вас через месяц появится менеджер, ну, через два каталога, хорошо, растяните удовольствие. Можете взять просто калькулятор потом и просчитать, что получится даже при активности или выполнении этой рекомендации. на 50%, то есть если каждый второй будет делать. Там, где мы это внедряли, это работает просто офигенно. Ни кризис, ничего на это не влияет. Ни ситуация в стране. Умение только лишь обосновать и объяснить, почему это важно. Выгоду показать. Вот не делает так большинство, потому что они просто не научились обосновывать, обосновывать, выгоду сделать личный заказ на первый-второй день после регистрации. Вот и все. Вот и все. И те, кто научились и научили других, скорость просто мега высокая. Мега высокая. Обратите на это внимание. Если не понимаете как, потом через Александр можете мне написать. Я вам объясню как. Есть технологии, техники, как добиваться того, чтобы люди осознанно делали личную активность. Они все равно и сделают. Я уже не буду вам рассказывать. Там продуктовое коллажей еще нужно использовать. Там надо визуализацию, там надо убеждение. Но реально, которое показывает доход. Тогда ваш новичок выходит на первый результат. У него уже есть первые зачатки команд. Две, три, четыре команды в зависимости уже от уровня амбиции человека. И он начинает расти с командами сразу, которые делают реальный товарооборот. И все начинают зарабатывать. А что происходит с этим бизнесом в Арифлайм-частности? Все позитивные, все дружные, все веселые, единство, дух, страсть, все офигенно. И денег практически ни у кого на первых этапах нет. Ну разве я не правду сейчас говорю? Да, я говорю правду. Можно зарабатывать деньги с первого каталога. Не надо это растягивать на полгода. Но для этого должен постоянно генерироваться товарооборот. Вот и все. Если подходить как к бизнесу, как к вложению, как к инвестиции, если согласны, можете писать. Как сделать, Ольга, я только что сказал, как сделать 200 баллов за 1-2 дня. Если вы отправите в человека с каталогом, он не сделает 200 баллов за 1-2 дня. Он не соберет. он берет продукцию просто для пробы, для себя, для мастер-класса. Распишите, расскажите. Тем более, сейчас у вас есть wellness. Когда-то wellness не было, это было сложнее. Хорошо. 5 минут, я вам расскажу еще один нюанс в этом процессе. Когда-то это сыграло для меня ключевую роль. Возможно, вам это тоже сильно поможет. Я это называю продуктовый коллаж. Каталоги в Арифлейм сейчас это офигенная цветная книжка. Я хотел заказать косметичку, и я там рылся-рылся, в двух каталогах порылся, так и не нашел, и пропустил. Что получается? Если человека наградить каталогом, особенно не продавца, а таких большинство, он просто в этом каталоге растеряется. Что нужно, чтобы быстро сделать 200 баллов? Это принцип, который используют все профессиональные продавцы. Нужно сфокусировать вашего новичка на той ходовой продукции или обязательной продукции, которая нужна всегда, везде и всем. То, что есть каталоги, оно все всем не нужно. Нужно что-то конкретное. Поэтому три продуктовых коллажа должно быть. Первый коллаж это по декоративке примерно на 100 баллов. Второй коллаж это по средствам гигиены, пиномойка, шампуни, гели, бальзамы, мыло. В Болгарии когда-то эти коллажи сделали прямо в офисе в Варне, в Эрифлейме. Я там проводил программу Академию, и они прямо менеджмент, региональный менеджер присутствовала, Мария, и они прямо в офисе повесили эти продуктовые коллажи как рекомендации наборов по 100 баллов по направлениям. По декоративке одно направление я уже сказал, по личной гигиене на 100 баллов, шампуни, мыло и все остальное, и 100 баллов по велнесу. И 100 баллов по велнесу. Я с вами по-честному разговариваю как есть, я сейчас вижу твой вопрос тоже сейчас отвечу. Можете даже по 200, как хотите можете сделать, это уже зависит от вас. Можно по 100, если 3 коллажа по 100, то в сумме получается 300 баллов. Дальше все просто, люди делятся на две категории. Те люди, которые начинают говорить, у меня нет денег, у меня нет денег, и те люди, которые начинают искать, как эту ситуацию решить. Так вот, здесь все очень просто, и Антон сегодня об этом говорил. Если вы будете работать с теми людьми, которые не решают ситуацию или проблему, и с деньгами в том числе, вы утонете, они вас затянут в свое болото. Поверьте, я 19 лет в сетевом бизнесе, структуры, которые я создал, вначале не сказал, просто думал, что вы там читали или нет. Сейчас это более 50 тысяч человек, 12 странах мира. Я понимаю, о чем я говорю, и я знаю наперед, с чем вы столкнетесь и о чем вы подумаете. Если вы будете работать и фокусироваться только на тех людях, которые, у них нет, 200 баллов, примерно 100 евро, если там ничего сильно не поменялось, но не важно, пусть это будет 100 евро. Если у человека нет 100 евро, это не ваш вопрос, рекомендовать одалживать, не одалживать, вы создаете условия для развития. Помните, я вначале сказал, и кто-то подходит под эти условия, кто-то не подходит под эти условия. Еще одна большая ошибка, она связана с этой ситуацией. Вы тратите время не на тех людей, с которыми вы выиграете. Я как спортсмен профессионально это вам говорю. Многие, почти все тратят время на тех людей, с которыми они бизнес не построят. И если вы начнете фильтровать людей на входе, то вы тогда соответственно будете использовать свое время, ресурсы, деньги, все остальное только лишь на тех людей, кто способен решать проблемы. И где-то недавно я прочел очень четко, если у тебя есть деньги, покупай, если у тебя нет денег, иди продавай, если не хочешь продавать, иди учись, не хочешь учиться на работу бухгалтером, школу, инженерам, строителям, куда угодно. Понимаете? У вас получается ситуация, когда вы вцепились в какого-то человека, и вы решили, что бы там ни было из этого человека сделать успешного. Это большая, большая ошибка. Может быть, не всем место в раю, может быть, не всех надо в раю тащить. Понимаете? Если вы хотите сделать людей счастливыми или заниматься волонтерством, есть много предложений для этого. Помогать людям, пожалуйста, больницы, детские дома, убирайте, помогайте ветеранам, пенсионерам. Но это другой бизнес. Вы же пришли в бизнес. Вы же пришли бизнесом заниматься. Тогда занимайтесь как бизнесом, и будет у вас результат. И вы сделаете многих людей счастливыми, когда поможете им заработать денег. Когда у вас будут деньги, и у них будут деньги, вы сможете и пенсионерам, спортивная злость включается. В сетевом бизнесе очень много хороших людей, практически все. И большинство из этих хороших людей ничего не зарабатывают. Понимаете? Тем самым дискредитируя и сетевой бизнес в том числе. И родственники, и близкие окружения, которые там иронизируют, сомневаются, что у вас что-то получится, в итоге оказываются правы. Понимаете? Они говорят, куда ты там опять влезла, куда ты пошла, там что там, кто-то может заработать. И вы, не зарабатывая деньги, им говорите, да, ты была права. Я вам рассказываю, как заработать денег, как заработать денег и как помочь в этом другим. Люди, которые не могут вложить 100 евро в бизнес, они с вами бизнес не построят, и вы с ними не построите. Поймите эту простую истину. Это очень просто. Это очень просто. Но в это нужно поверить, понять, проверить, как угодно. И если вы на выходе будете фильтровать этих людей и будете тратить свое драгоценное лидерское время только лишь на то, чтобы помогать тем, кто готов, человек всегда найдет 100 евро. Друзья мои, проснитесь. Если нужно человеку на что-то деньги, он их всегда найдет. У меня есть клиенты компании, где вход 300, 500, 1000 долларов. Вот так работает компания. Да, нормальная сетевая компания. Я знаю, что такое финансовая пирамида. Я знаю, что такое сетевая компания. Ни одной тревью по этому поводу дал. Понимаете? И они работают с большим входом. Это люди решают, где вложить деньги, взять деньги. Вы об этом не должны думать. Зачем вам об этом думать? Понимаете? Если они не хотят решать эту проблему, пусть идут зарабатывают, пусть идут отдалживают, кредит берут. Это не ваш вопрос. Вы настолько хорошие, вы настолько хорошие, что вы этой хорошестью и этой позитивностью вы на самом деле не даете людям зарабатывать. Поймите, я понимаю, что я сейчас говорю для кого-то из вас крамольные вещи, возможно, возможно, но я говорю по-честному, а не по-красивому. Понимаешь? И если он не потратит эти 100 евро, например, здесь у вас, он пойдет в интернете купить какую-то фигню, какой-то диск за 100 долларов или за 100 евро, который будет лежать у него на полке, потому что в интернете умеет продавать. В интернете работает очень много профессиональных продавцов, хороших, не мошенников, не путайте это с финансовыми пирамидами. Более того, я вам скажу, он эти 100 евро, не потратив на ваши продукты и на развитие бизнеса, он еще и в пирамиду грохает. Я столько писем получил, когда у нас пирамид очень много, в интернете их больше нескольких сотен. Мне письма приходят раз в неделю точно от кого-то. Давай там какую-то пирамиду в Дубае, супертакси, давай там 20-30% в месяц. Понимаете? И они приходят к вам в Арифлейн, где могут по-настоящему, по-честному заработать денег, а вы им говорите, иди собирай заказик. Они пошли этот заказик собирать, а по дороге 100 евро потратили на диск в интернете или еще на что-то, или на курсы в интернете, которые сами же и не прошли в итоге. Понимаете? Вот в чем дело. Нужно уметь профессионально продавать. Продавать – это обмен. Если вы цените то, что у вас есть, вы тогда будете это продавать. За дорого в том числе. Вы хотите сказать, что та возможность, которая есть у вас, не стоит 100 евро? Она стоит 100 тысяч евро. Только, возможно, вы не цените то, что у вас есть, поэтому вы продавать это не можете. Ну вот так что-то вы разозлили, вы меня своим. Где они деньги возьмут? Кто там написал. Делайте, рискните, попробуйте. Итог подвожу. Мне нужно уже заканчивать. Итог подвожу. Хотите построить серьезный, успешный бизнес? Оцените с точки зрения ценности то, что вы предлагаете на рынок людям. А вы предлагаете то, что у вас есть. Оно в десятки раз более ценное то, что предлагают в интернете. По 200, по 300 долларов. И люди покупают. У вас ценность вашего предложения намного выше. Но вы ее не оценили. Ценность – это цена. Понимаешь? И если ты оцениваешь свою ценность, ценность своего предложения, предложение компании Reflame, 100 евро, тебе легко всегда это будет предложить. И если тебе трудно предложить человеку, тем более, ты же не просишь у него 100 евро просто так, как это просят там за что-то. Инфокурс какой-то или еще что-нибудь. Ты предлагаешь человеку потратить деньги на ту продукцию, на которую, блин, он и так потратит деньги. Ну да, не сразу он эти 100 евро потратит на шампуни, мыло, витамины и так далее. Но постепенно их потратит. А здесь сразу, и когда приходят за ним такие же, как он, которые хотят заработать, и вы им те же самые условия создаете, и они покупают для себя на те же 100 евро, то дальше считай, все дальше просто. Дальше все просто. Бизнес и сетевой бизнес это математика в первую очередь. Математика в первую очередь. Во вторую очередь умение продать информацию. И все, вы не продукцию продаете, вы информацию продаете. Вон, пожалуйста, или напишет, первый каталог 450 баллов сделала. Это несложно. У людей деньги есть всегда. Хорошо. Ну, вы меня здесь немножко закрутили на одну и ту же тему. Ну, что успел, то рассказал. Надеюсь, что, ну, вот, последний блок, наверное, он был самый актуальный, коль так уже он много времени занял. У меня тогда на сегодня все. Я согласен с большинством из ваших комментариев. Главное, не оставляйте это просто на уровне, да, классно, прикольно, понимаем. Разбирайтесь, ищите инструменты, много инструментов. Есть игра в бизнес Арифлэйм настольная, может, вы не слышали, не слышали, спрашивайте у меня через Сашу, я вам расскажу, через которую можно учить людей. Много есть инструментов, много есть технологий, которые уже давно проверены. Главное, не будьте просто белыми и пушистыми, и не нужно быть там злыми, какими-то втюхивающими, надо быть гармоничными, естественными, честными и нормальными, и люди к вам потянутся. Спасибо за ваше внимание, новых вам успехов и достижений, и чтобы этот год закончился, ну, максимально, насколько вы способны его сейчас эффективно закончить, а чтобы следующий год у вас был просто годом прорыва в бизнесе и вашей жизни, чего я вам и желаю. Всего хорошего, до встречи, всего вам самого наилучшего. С наступающим Новым Годом! Итак, давайте поблагодарим Валерия Максимчук за описающее выступление. Вот, я читаю тогда уже от эфира, чтобы нас не тормозила связь. Валерий, большая тебе благодарность от меня лично и от всех участников нашего сегодняшнего вебинара и участников вообще онлайн-форума, которые не смогли присутствовать онлайн, но будут обязательно смотреть в записи, потому что у нас разные часовые пояса, у некоторых глубокая ночь, скоро у кого-то утро. Давайте традиционно, для того, чтобы закрепить информацию, которую вы сегодня получили, июля, но благослужcrates, во wäre самое прощ 뉴스, это вот болееonsieur, которое мы должныяснить, например, asz путь